Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Виктор Леонидов. Среди большого количества метеостанций для домашнего использования можно выделить сегмент, который включает в себя станции, ориентированные на работу с лишь с базовым, но в то же время полным комплектом измерительных датчиков. Применение современных технологий и невысокая цена делают их весьма привлекательными домашними метеоприборами. Поэтому сегодня мы с Вами поговорим об одном из представителей погодных станций данного сегмента, а именно о модели Vega от компании TFA. Станция поставляется в прочной, почти квадратной коробке, чемоданчики немалых размеров. Комплектующие поставки упакованы внутри в блистерную коробку в альтернативу стандартному пенопласту. В комплект поставки входят базовая станция, радиодатчик температуры и влажности, радиодатчик ветра, радиодатчик осадков с защитной решеткой, а также инструкция на нескольких языках. Корпуса и крепежные кронштейны датчиков выполнены из качественного серого пластика и эстетически приятны. Для включения прибора в работу необходимо вначале разместить и включить все внешние датчики. Отмечу, что крепежная мачта в комплект поставки не включена. Датчик температуры и влажности приспособлен для установки на вертикальной поверхности и имеет защитный кожух. На лицевой панели под кожухом датчика находятся разъемы подключения анемометра и датчика осадков. Но все же отмечу, что крышку отсека батарей хотелось бы иметь более герметичную. Датчик осадков следует располагать на ровной горизонтальной поверхности. Для предотвращения засорения листвой датчик закрывается защитной решеткой. Естественно, такой датчик может измерять только количество жидких осадков, выпавших в виде дождя. Элементы питания и трансмиттер в датчике не предусмотрены, поэтому его необходимо подключить кабелем к соответствующему гнезду на датчики температуры и влажности. Датчик ветра состоит из флюгера, анемометра и крепежного кронштейна, который позволит установить датчик как на горизонтальной, так и на вертикальной поверхности, а также укрепить на мачте. Элементы питания внутри не устанавливаются. Для включения его в работу необходимо подключить кабель датчика к соответствующему гнезду на датчики температуры и влажности. Благодаря технологии Instant Transmission достигается возможность удаления датчиков от базового блока в условиях прямой видимости до 100 метров. Еще необходимо отметить, что базовый блок позволяет подключить только комплект датчиков, входящий в поставку. Корпус базового блока имеет современный дизайн и очень удобные кнопки управления на лицевой стороне. Конструкция корпуса предусматривает размещение базового блока как на вертикальных, так и на горизонтальных поверхностях вашего дома. Причем на горизонтальной поверхности базовый блок можно установить при помощи одного или двух комплектов стоечек. Обратим теперь внимание на большой экран, который разделен на пять рабочих областей и рассмотрим их по порядку сверху вниз. В справедливости ради отмечу, что экран не имеет подсветки. В верхней секции отображаются данные о текущем времени, дне недели и дате, а также будильник и индикатор разряда батарей. Автоматическая синхронизация времени с мировым эталоном не предусмотрена. Кроме установки будильника, звуковой сигнал станции может быть настроен вами для оповещения об определенных погодных условиях, как-то температура, влажность, ветер и т.п. Вторая секция в большей части занята компасом, который указывает на одно из шестнадцати направлении ветра. В центральной части компаса индикатор указывает на скорость ветра по шкале Бофорта. Также здесь содержится информация о температуре охлаждения ветром, а также его скорости, измеряемой в километрах в час, милях в час и в метрах в секунду. Третья секция предоставляет информацию о температуре и влажности, точки росы, измеряемых внешним термо-хидродатчиком. Станция может предоставлять измеренную температуру по шкале Цельсия или Фаренгейта, а влажность в процентах. В четвертой секции указывается текущее местное давление в ектопаскалях или дюймах ртутного столба, а также количество выпавших осадков, измеряемое в миллиметрах или дюймах. Пятая и самая нижняя секция содержит в себе гистограмму давления, а также область прогнозирования. Гистограмма давления указывает на его изменения в течение последних двенадцати часов с интервалами в три часа. Символы прогнозирования указывают на такие погодные условия, как ясно, переменная облачность, дождь. Атмосферное давление измеряется станцией в миллибарах, гектопаскалях, миллиметрах и дюймах ртутного столба. Диапазон измерений наружной температуры составляет от минус сорока до плюс шестидесяти градусов по Цельсию. Диапазон измерения влажности снаружи помещения составляет от нуля и до девяносто девяти процентов. Станция фиксирует минимальные и максимальные значения температуры, влажности, скорости ветра и количества осадков с регистрацией их времени и даты. С помощью кнопки History можно просмотреть все эти данные. Говоря об экране, нужно отметить отличную эргономику и его размеры. Информация не перегружает глаза. Это все совместимо с регулируемым контрастом позволяет очень отчетливо видеть информацию и даже под не очень удобными углами обзора. Для управления станцией имеются пять функциональных кнопок, которые эргономично расположились на правой стороне лицевой панели. Кнопки большие и весьма удобные. Поговорим о питании базового блока и внешних датчиков станции Vega. На задней стороне базового блока имеется отсек для батареек питания, который предусматривает установку трех батарей типа AA. Питание же абсолютно всех внешних датчиков производится от двух батарей типа AA, который устанавливается в термо-хидродатчик. Элементы питания входят в комплект поставки. При использовании качественных элементов и срок службы будет достигать от восемнадцати месяцев и до двух лет. Инструкция на станцию достаточно подробная и предоставит вам полный комплект информации по установке датчиков и настройке базового блока. Итак, подводя итоги детального обзора данной станции, могу сказать точно, что ее отличный дизайн и множество вариантов установки базового блока позволяют вписаться ей в большинство интерьеров и стать желанным приобретением. Однако термин удобства в установке нельзя применить в отношении монтажа внешних датчиков, так как в комплекте отсутствует какая-либо мачта или крепежная штанга. Также не совсем удобно то, что есть незначительная зависимость у установки анемометра и датчика осадков от длины кабелей, хотя последние и имеют внушительную длину по десять метров каждый. Данную станцию можно позиционировать как прибор, который ориентирован чисто на измерение внешних данных и прогнозирование погоды за окном. Измерение числовых характеристик микроклимата внутри помещения здесь, к сожалению, не предусмотрено. И в завершение можно сказать, что станция вполне оправдывает свое предназначение и стоимость в пределах непрофессионального использования повседневной жизни. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине!